Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, а это моя подруга Карина, и сегодня я у неё в гостях, но она в гостях на моём канале! Ну, в общем, ладно. Мы, Карине, на канал сняли классное видео, где мы красимся и болтаем на всякие темы интересные, про то, куда мы поедем летом, какие у нас планы вообще на лето. Рассказали ещё историю нашей ссоры. Да, просто невероятные ссоры, когда Карина, как она говорит, в первый раз на кого-то так сильно накричала, и это была я, ну... А-а-а! Я первая, да! На моём канале вы включили видосик, в котором мы с Кариной расскажем вам, чем мы с ней похожи и чем мы с ней не похожи. Представляете? Вы, наверное, всегда нас сравниваете, я уверена. А начнём мы с плюсов или минусов? Выбирайте в комментариях. Давай вот так, по очереди или... Как так, брат? На ЦУЕФА ты за плюсы, я за минусы. Давай, ЦУЕФА, ЦУЕФА. А ты за что была, я забыла? За плюсы? Ты за плюсы, я за минусы. Ну ладно. Вроде за плюсы. Ну ладно, давайте начнём с плюсиков. Это одно из самых неважных, но насколько это делает приятным наше времяпрепровождение совместное. Музыкальный вкус. В 90% мы похожи. Мы любим и старьё послушать, и новиночки какие-то. У нас плюс-минус одинаково вообще всё. Типа жанры одинаковые любим. Есть выборочные песни, которые я не люблю, а она любит. Но это реально три песни из ста. И это, конечно, большой плюс в дружбе тоже, потому что когда вы вместе едете куда-то отдыхать, я не знаю, едете в машине, на даче, но я не знаю, что угодно. Реально, и вы хотите слушать музыку, тусоваться, и понятное дело, и если у вас абсолютно разный вкус, то один из вас не будет получать максимального удовольствия. Дети говорят, да, точно. Я не знаю, если у вас есть тоже лучшие друзья, и если у вас с ними разный вкус, как вы вообще ладите, мне непонятно. Следующий пункт это то, что мы с Кариной на 50% русский, на 50% Кавказ. Кавказ, мама, джан. Да. Ой, ну, армяне, грузине. Ну, это, я считаю, что это тоже большой кайф. Это кайф. Это конкретно. Это большой кайф. Слушай, хотя бы поэтому. Ну, брат, я ненавижу, когда чисто русские начинают вот это вот делать, потому что так, так, сразу. Наши кавказские кайфовые вот эти акцентики не были бы такими идеальными. У тебя в семье есть люди, которые говорят там с акцентом, ну и вот у меня тоже есть. То есть в Армению Карина очень много раз летала в детстве и сейчас тоже ездит. Так же, как и я в Грузии. И мы всегда наблюдаем каких-то наших там родственников, которые говорят с акцентами. И в этом тоже есть свой большой плюс. Ну и также, что мы с Кариной всегда угорали над этим, угорали по-хорошему. То есть нас это забавляет. Кайфово. Это кайфово, да. И самое крутое, что мы никогда раньше не выдавливали из себя это специально для видео. Мы реально так разговаривали в основном всегда. Сейчас, конечно, нет. Мы говорим так редко, в видео чаще, но все равно это очень нравится. Это от души, бра. Согласна. Ну вот я, например, могу сказать, что так как с тобой говорить с кавказским акцентом, я ни с кем не могу. То есть с тобой это прямо от души, это спокойно, это комфортное состояние. А с кем-то другим. А, ну как раз следующий пункт, это то, что мы обе классно говорим с акцентом. Мне кажется, даже Юля получше это делает. Не знаю, я так это слышу. Ты как усмотрела в детстве? Ну, конечно, мы с тобой вместе смотрели. У меня просто папа еще тоже иногда может поугарать с кавказским акцентом. Да, он у тебя юморист. Это я хотела сказать, что мы с тобой обе темные глаза, темные волосы. У меня светлые глаза, бра. Я думала, у тебя какие ты думал. Следующий пункт, это то, что мы с ней одинаково мыслим, как и когда нам создавать свою собственную семью. То есть есть люди, которые говорят, я child free, я хочу семью к 35, к 40, когда встану на ноги. Мы бы тоже, конечно, хотели встать еще сильнее на ноги, но мы с Юлей обе уже хотим замуж, обе уже хотим детей, хотим много детей. Я знаю, ты хочешь троих, я хочу минимум троих. И мы одинаково, мне кажется, относимся к семьям, как и к нашим, которые у нас уже есть, как и к тем, которые мы создадим. И наши семьи тоже похожи. Ты знаешь, я могу так сказать, я понимаю, что дети, ну, семья, это очень такой ответственный момент. Суть в том, чтобы научиться для начала брать ответственность за самого себя, прежде чем заводить семью, детей. И пока ты не осознаешь то, что ты можешь быть ответственен сам за себя, есть какой-то такой моральный пунктик, который, ну, нет, наверное, пока рано, я бы очень хотела, но пока рано. И вот когда ты понимаешь то, что ты ответственен за себя, ты понимаешь то, что ты можешь взять ответственность и за кого-то еще. Это очень сложно и морально, и я очень благодарна нашим родителям, потому что, ну, и, в принципе, всем, да, хорошим родителям, которые любят своих детей, делают для них все. Спасибо за то, что любите. Да, я им очень благодарна, потому что я понимаю, что это очень большая, тяжелая, ответственная работа. Я хочу двоих детей, это 100%. Третий, это как по кайфу получится, потому что я понимаю, что мало родить ребенка, нужно еще поставить его на ноги. Я бы хотела, конечно, большую семью, поэтому три ребенка это кайф. Но я хочу, чтобы все мои детишки жили в достатке, в кайфе. Согласна ли ты, что у нас немножко похоже чувство юмора, даже не чувство юмора, и чувство юмора, и в целом, нам смешно одно и то же? Да, да, это точно схожесть, потому что у меня есть знакомые подружки, которые, ну, как пошутят, я такая, это, типа, шутки? Ты имеешь в виду, это, смеяться я думаю, да? Вот такое. И я очень ненавижу выдавливать из себя смех и делать вид, что мне было очень смешно. Это самое ужасное, наверное, что я могла когда-либо делать в своей жизни. Я просто к тому, что я очень жизнерадостный, веселый человек, люблю посмеяться, пошутить. Это реально мое очень важное качество, я считаю. Люди, которые плохо шутят, я не хочу их видеть в своей жизни. Это меня убивает. Мое развитие юмористическое, понимаешь, губит. Понятно. Ты какая-то мамушка. Мапушка Бэтмен. Вот, и юмор, конечно, да, у нас похож, это кайф, то, что ты смеешься над моими шутками, потому что, ну, так же, как я над твоими, для меня очень важно, чтобы человек смеялся над моими шутками. Конечно. Это реально для меня важно, и я ловлю от этого кайфа. То есть это важный момент в дружбе со мной. Ну, если кто не знает, если ты не смеешься над моими шутками, то... То ты вообще кто пошел отсюда? Да, иди отсюда вам. Не могу сказать, что я шутница номер один в селе, но иногда я могу что-нибудь такое сказануть классное. Юля, мне кажется, шутит даже почаще, чем я, особенно даже если взять наши с тобой влоги с дачи. Мы когда их пересматривали, я заметила, что в 80% этих влогов смешная ты. Но знаешь, в чем суть? Мало того, что пошучу я, еще нужно, чтобы было какое-то дополнение-продолжение. Если, например, пошутила я, то ты отлично можешь дополнить эту шутку так, что она станет бомбезной в 300 миллионов раз. И это тоже большой плюс, то, что мы можем дополнять шутки друг друга и ржать над ними вместе еще больше. И, ну, это классно. Не только шутки, кстати. Мы вообще в целом друг друга часто дополняем. Нет, это да, но мы сейчас конкретно про юмор. Следующий пункт это то, что мы очень сильно любим животных, а конкретно собак. И мы, ну, собачники, а они и кошатники. Ну и в целом, типа, нет такого, что ты там как-то мерзко относишься, ты всегда в зоопарке ходишь, тебе нравится смотреть на животных. Ну, типа, это прикольно. Я люблю людей, которые любят животных. Потому что это говорит о их доброте. Ну, конечно. Не, я просто... Меня умиляют животные. То есть я могу увидеть какого-то миленького суриката, как в видосе Крины, где мы 24 часа говорим, да. И я могу очень долго стоять около него и просто умиляться над ним, потому что... Ну, мне нравятся эти маленькие носики, эти маленькие мордочки. Я люблю животных. Особенно сильно. Я люблю свою собачку Вивьену. Выдите. У меня ещё... Каждый полёт в самолёте я смотрю фотки и видео Вивьены. Да, и показывает их мне. Посмотри, посмотри, какая она себе. Я такая, да. Я могу ей по WhatsApp скидывать фотки, видео. Я с ней играю постоянно. Я вхожу максимально в роль. Я гавкаю, рычу. Отношение к деньгам. Что это значит? То, что мы с Юлей зарабатываем на блоге достаточно уже давно. И многие блогеры, они как бы... Ну, типа считают, что их деньги это их деньги и живут на них. У нас с Юлей другая ситуейшн. Мы с ней... Получается, всё в общий бюджет семейный. Это тоже, я считаю, наша схожесть. Я не знаю, почему у нас так повелось, но так повелось. Мы не помешаны на деньгах. Это тоже, я считаю, важный момент. Сколько бы мы ни заработали, мы обязательно там и семье что-то подарим, купим, то есть родным. Я просто уверена, я знаю, что многие блогеры, то, что они зарабатывают, они тратят конкретно на себя, на свои какие-то развлекаловки, путешествия. Кучи-шмучи. Кучи-шмучи, да, вот эти все бренди. Вот. И, конечно, мне тоже хочется сумку Гучи, но у меня, например, в приоритете немножко другие вещи. Мне, например, будет приятнее отправить моих родителей куда-нибудь на отдых. Я не знаю, подарить своему брату что-то классное. Телекончик. Но знаете, что я вам скажу? Юлия, ты сколько блогерствуешь уже? Лет шесть, наверное, семь. Типа того. И у нее за все это время, она действительно, у нее нет сумок, типа каких-то брендовых, которые стоят 150 тысяч и больше. Просто потому, что она больше, вот у нее реально в приоритете семья. Для меня семья на первом месте в моей жизни. Мы с Кореней обе водим с 18 лет. Ю. Да, и как, твоя мама тоже, да? Да. Моя мама тоже. Папа ее подарил ей машину, когда я стукнула в 18, она сразу на этих жигулях начала водить. И поэтому она прям очень хотела, чтобы я тоже начала водить самого своего раннего, как можно раньше, короче. Я просто всю жизнь, свою сознательную жизнь, тем более, что я с 16 по даче гоняю уже. Да, мы это все видели. Я ждала, когда же у меня будут права, когда я смогу ездить по городу за, наверное, года полтора-два до 18-летия. Я перестала ездить на метро, если не раньше, потому что на тот момент у меня был такой пик популярности. И мне очень неприятно было спускаться в метро, меня постоянно фоткали, вот это вот, сидели с телефоном. Всегда это видно, конечно. Да-да-да. И мне это было очень неприятно, и так как я на тот момент могла себе позволить передвигаться на такси, я передвигалась на такси, но все время меня это бесило. То есть я... У меня приложение для такси, и там, короче, у меня куча миллионов баллов, там, типа, мили, ну, я не знаю, не мили, а сколько там проехал. Потому что я реально вот очень долго передвигалась на такси, я ненавижу такси, то есть я... Потому что водители чаще всего ездят не так круто, как ты сам. Да, и меня раздражает в принципе ездить на такси, просто я люблю ехать в своей машине. То есть даже если я еду на какое-то мероприятие в центр, я лучше там не буду пить шампанское, допустим, да, если там наливают. Потому что мероприятия разные бывают, я лучше, не знаю, заплачу за парковку, пусть даже сколько там, 280-300 с чем-то рублей, но я не понимаю, ну, такси, просто, ну, я ненавижу. Не надо так говорить, вдруг к тебе придут с заказом такси рекламировать, а что ты потом... Нет, иногда можно, иногда бывает чрезвычайный стол. Я обожаю такси, такси это хорошо. Очень хорошо. Мы не против такси, просто приятнее гораздо, когда ты сам один в своем мерочке. Да, потому что, во-первых, ты можешь в своей машине спокойно зарядить телефон, что угодно делать, заехать в Макдональдс, водичку попить, никто не будет говорить, аккуратно кушай, аккуратно это делать, никто до тебя докапываться не будет, поэтому кайф. На такси удобно передвигаться реально, когда тебе надо вот, может, куда-то в центр, на мероприятие, либо если ты хочешь поехать потусоваться, выпить немножко, ну, в общем, дальше. И еще один пунктик наших схожестей, мы обе любим смотреть фильмы и сериалы, и у нас приблизительно тоже один вкус на них. То есть нет такого, что Юля мне говорит, пойдем на этот кинофильм посмотреть, да? Ага, да, вычисли ситуацию. Вот это еще очень удобный плюс кавказского цента, ты можешь сказать неправильное слово, а потом такой типа, а это я с кавказским центом тебя подкололся. Так и было сейчас, как не поняла, вообще не поняла. Брат, мы друг друга чувствуем, брат. А, вот, и короче. То есть нет, у меня есть такое, когда мне кто-то предлагает на какой-то фильм сходить, я такая, я знаю, что я не пойду, не найду, а у нас как-то всегда одно и то же хотим. Ну что ж, ребят, вот мы поговорили про плюсы, наши схожесты, а теперь мы переходим к нашим минусикам, то, что у нас не сложилось. Да, это портит нашу дружбу, можно так и назвать, это портит нашу дружбу, но при этом... Но при этом не портит. Ну чем это портит? Ну давайте разбираться по пунктикам. Давайте, первое, не портит наши отношения, но это интересная разница. Юля почему-то очень любит убираться, я нет. Нет. То есть ты вообще не любишь убираться? Мне, ну то есть ты можешь делать это каждый день. Я это делаю с большим удовольствием, для меня это, знаешь, как сходить к психологу. Я не была ни разу психолог... Я не знаю, меня это успокаивает, я люблю, когда дома чистят, то есть это мое такое свободное время, мое личное время, которое я провожу вот так вот, и мне это нравится и доставляет удовольствие. Иногда у меня есть небольшой такой кайф убираться, но это бывает очень редко. В основном, если я убираюсь, я делаю это через силу, я не люблю это делать. Например, не знаю, у тебя какое отношение к готовке? Готовить я люблю больше, хоть я тоже это не очень часто делаю, ввиду того, что живу с родителями и все такое. Просто когда я готовлю, у меня все еще больше загрязняется. Да, мы поедим домашнюю еду, но когда я убираюсь, я вижу то, что чисто дома. Когда я готовлю, я не вижу, что чисто дома, понимаешь? Зато вкусно покушать. Вкусно покушать, я могу сходить в ресторан, в кафе, заказать на этом еду. Ай, завиздилась это все, давай дальше. Просто съездить куда-то покушать намного проще, чем привезти домой постоянно, привозить домой постоянно людей, которые будут у тебя убираться, и это как бы не очень. Ну, то есть убраться самой дома мне намного легче. Я не хочу тратить еще время на готовку, потому что я очень много убираюсь. То есть я, ну, наверное, два раза в день пылесошу. Чё? Ну, не всегда два, иногда один, потому что я ненавижу видеть пыль, а я ее вижу очень-очень отчетливо. Не разглядывай мой пол. У меня еще собака дома, у меня волосы нарощенные, которые тоже имеют свойство, там, вычесываться. Для меня очень важно, чтобы пол был чистый, плюс еще, это, конечно, интересный момент. В общем, Вивочка моя не гуляет на улице, она ходит, писет на пеленочку, она пописит немножечко, немножечко так побежит, капельки, кап-кап-кап. У меня тоже Лютик так делает, но я не пылесошу два раза. Нет, ты не запылесосишь капельки, поэтому надо еще мыть пол. Для меня уборка это реально как момент уединения с собой. Я считаю, что мне уже пора в 22 года уже начинать возить в себя, так сказать, все эти убирательные привычки. Я... У нас пылесос офигенный, ну, им так легко пылесосить, я не понимаю, почему я не пылесошу. У меня тоже такой, поэтому я могу спокойно два раза в день пылесосить. Да, такой же, как у вас. И это, конечно, я... Я не знаю, это мечта. Я понимаю, что позже я становлюсь такой какой-то старой, когда я мечтаю о пылесосе, а не о сумке Гуччи, понимаешь? Да. Ну, конечно, о сумочке тоже мечтаю, можно, да, один. Но когда ты наслаждаешься своим пылесосом, это второй пункт наших различий, это образ жизни. Да, здесь имеется в виду то, что уже лет пять, наверное, я постоянно спортивно чаю вот это все, спортзальчики, беги, что только я не делаю. Плюс, в целом, я стараюсь себя заставлять сейчас, во всяком случае, жить дневной жизнью, а не ночной, как я обычно раньше всегда жила. А у Юли, наоборот, она комфортно себя ощущает в том, что она живет в основном такой ночной жизнью и, как бы, счастлива в этом. Плюс она очень худая. Я как человек говорю, который не Юля, я не сама себе говорю, я говорю, что у Юли офигительная фигура, поэтому, в принципе... Да, так есть. поэтому ей в принципе не нужен спорт но нет мне не нужно следить в принципе за тем что я ем в плане там считать калорий что такое но спорт мне все равно было бы круто то что подтянулись на 100 процентов то есть у меня есть моменты которые я бы хотела благодаря спорту накачать это да это есть я я хочу хочу постоянно хочу дойти до зала но нет нет брат я дойду брат дойду дойду я посмотрю у нас уже абонемент два месяца мы не были там в этом мы немножко разные даже меня я не знаю как например в болгарии кто не смотрел видео посмотрите мы там об этом говорим мы туда поедем я переживаю что я не переживала я уверена что если ну я не смогу просто типа жить так что ты уже лежишь спишь а я сижу такая думаешь делать потом туатра встала а я такая что это будет тупо и даже когда я рано стою потом я понимаю то даже видео скрем спеть издать у меня очень часто такое бывает что я я понимаю что не успеваем приходится делать ночь и знаю что утром я уже должна быть в другом месте на но что-то мне должно сюда делать и поэтому мне часто сбивается режим потому что вот у меня так бывает я не знаю очень сложные схемы. Схемы сложнее ищи. И питание. Это то, о чём я бы хотела поговорить. Ну давай, брат. Чтобы вы понимали, человек может 12 часов тусить без еды, потом поехать в Макдоналдс, купить себе всего миллион и съесть три наггетса, и ей этого достаточно, она наелась. Я когда-то мне это рассказала, я офигела. Я с этой точки зрения вообще другая. Когда я уже понимаю, что я всё, больше не голодная, я всё равно хочу ещё, потому что мне это тупо нравится. И мне всегда приходится себя останавливать насильно, когда я пытаюсь худеть. Юля же без каких-либо трудностей может открыть, там, я не знаю, пачку чипсов, поесть сколько её угодно и отложить. А я хочу до конца покушать. Я хочу всё до конца доедать, портить себе заново. Это от скуки чаще всего бывает. Но, в принципе, у меня жизнь-то не скучная. Иногда я могу просто потому, что хочется что-то, хочется. Не знаю. Ну, я могу сказать по поводу питания своего, что, во-первых, это очень вредно. Ну, то есть, нужно обязательно как минимум три раза в день есть и желательно правильную еду и не так вот, как я. Просто у меня реально такое бывает, что я могу весь день и есть, потом вечером немного поесть и как бы всё. В принципе, это одна из причин, почему я такая худая, но суть в том, что я и не голодная. Как? Это самое, ну, у меня очень маленький желудок на данный момент. Я, правда, его как бы не вижу, да, вот это вот, не знаю, наверняка, не смотрела через цель. Ну, чувствуешь так, да? Но я просто прекрасно понимаю, что... Почему я так чувствую? Потому что, когда я ем реально, если я наелась, я больше не буду есть, я не могу больше есть. Я тоже не могу, но я буду. То есть, нет, вот в этом и разница, понимаешь? Но сейчас я немножко растянула свой желудок, я сделала это намеренно, могу сказать почему, потому что... А ты, ура, брат, будешь жирнее! Я жду этого! Я это сделала намеренно, потому что, ну, это уже нездоровая такая тема, когда ты чуть-чуть съел и больше не можешь есть и не хочешь, но при этом ты понимаешь то, что ты должен есть, чтобы жить, ну, это реально, потому что у меня было пару раз такое, что я чувствовала слабость организма именно в том плане, что не заболеваю, а что у меня просто сил нет. И это страшно, я такое не люблю, я вообще, ну, всегда стараюсь следить за своим здоровьем и очень там всегда боюсь, переживаю заболеть, допускаю вот такие ошибки по поводу питания, то, что я могу ничего не есть, но сейчас я стараюсь как бы обязательно, то есть, если не три, то два раза в день хорошенько покушать, что-нибудь там иногда перекусить, потому что, ну, мне просто нужны силы, чтобы жить. Идёшь на поправку, это хорошо. Ну, могу сказать, я даже поправилась маленько, у меня вот были дни, когда я каждый день скидывала, наверное, не знаю, сколько грамм, но это было очень страшно, потому что, ну, типа я там с 50, грубо говоря, трёх до где-то 51 скинула, не знаю, за сколько, может, там, типа, за неделю, у меня просто скидывалось, то есть, я ела... А сейчас сколько? Сейчас я не взвешивалась, ну, наверное, 52-53 вешу. Ну, я вешу 54. Сколько ты ростишь? 168 где-то. Я 160, ну, вы понимаете, как бы, да? Ну, не знаю, брат. А ты пробовал нут не есть, если наелся? Цитата. Нет, я так не умею. Это на самом деле легко. Просто, ты знаешь, нужно приучить свой желудок, я не знаю, организм к тому, что когда ты наелся, ну, если вкусно. Не есть. Интересы к контенту. Следующий пункт. И здесь мы имеем в виду то, что я обожаю смотреть, например, вот как ты на фоне ставишь Малахова и всякие такие передачи, я обожаю на фон ставить именно интервью. Нет, интервью я тоже смотрю. Смотришь? Да, Нежный редактор этого... Дудя. Дудя, но Дудя я давно не смотрела, но Нежного редактора я недавно смотрела, несколько интервью мне очень понравилось. Ну, в любом случае, я смотрю очень много, и не смотрю передачи, потому что, когда я их смотрю, мне кажется, что я прям капец, как трачу своё время на всякую фигню, и, типа, я не могу с этим смириться, поэтому я много смотрю сериалов, много всяких интервью, но вот передачи очень стараюсь себя ограничивать в этом. Просто, понимаешь, типа, я это всё смотрю в тот момент, когда я убираюсь. То есть я не считаю, что я трачу время, потому что, ну, я убираюсь в данный момент. И на фоне просто не так много интервью, как, например, выпусков «Пусть говорят», прямой эфир «Мужское, женское». «Мужское, женское» я смотрю каждый день. Ого. Ну, каждый день, если я убираюсь, я обычно каждый день убираюсь. Бывают исключения, когда я не убралась. Но, то есть я часто убираюсь, стираю, вешиваю, там, туда-сюда. Единственное, что гладить не люблю, вот, сорян. Но у меня есть отпариватель, правда, я... Вот самое интересное, что все мои вещи всегда ровные, и очень редко майки какие-то мятые. Вот у моего парня всегда всё мятое, как бы, я не понимаю. Может, фасон разный, но у меня больше вещей обтягивающих из-за другого материала, наверное, поэтому. Интересно. Интересно нам очень сильно. И в любом случае, я думаю, что я больше люблю смотреть какие-то... Ты любишь блогеров смотреть? Иногда, но редко. Я очень люблю, поэтому вот в этом, наверное, ещё тоже разница. Она не мешает тоже нам жить, существовать мирно. Но вот, например, следующий пункт, он как раз-таки и мешает. Это характер. Юля очень сильно упрямая, она очень сильно такая боевая женщина, громбаба. Да. И часто очень думает, что её мнение, оно самое верное. Ну, не надо, ну, я не навязываю людям своё мнение. Нет, не навязывает, нет. То есть я могу считать то, что я в какой-то ситуации права, потому что я это так вижу. Но я не буду людям навязывать свою точку зрения. И я тоже не навязываю свою. Но часто в голове у себя я считаю, что в каких-то вещах ты не права. И я знаю, что тебя не переубедить, поэтому я молчу. Ну, это зря, потому что меня можно переубедить. Ну, не знаю, возможно, я ошибаюсь. Есть много вещей, которые ты мне говоришь, типа, вот там, Юль, вот так и так. И я думаю, ну да, действительно, так и так. Хорошо сказала. Но в любом случае, допустим, опустим, упёртость твоя, она существует, ты прям такой, ты козерёк, да? Вот это всё, она реально вот эта волчица. Я, короче, козерёк в год огненного быка. Окей, это вы понимаете, да, какая смесь? Я крыса. Да? Ты в год крысы? А, точно, у меня же брат тоже твоего года крыса тоже. Я помягче девчоночка. И я, ну такая, в общем, мы немножко в этом плане поразнее. Ну, не то, чтобы это мешает нам жить, наоборот, возможно, мы не называемся. Нет, я считаю, что есть как раз такой момент, что ты, ну, не знаю, подхожу ли я тебе, но ты, наверное, мне всё-таки идеально подходишь, как вот по характеру, потому что ты, если бы ты была такая же, как я, упёртая, ну, как бы мы бы, наверное, умили друг друга. Да. Поэтому, благодаря тому, что ты мягкая. Реально, ну да, это значит, это не мешает нам. Нет, я могу сказать так, то, что я могу быть очень-очень злой, очень просто упёртой и всё-всё такое, но при этом я могу быть очень добрым, нежным, милым и просто ангелочком человека. Да, такое бывает иногда. Блин, ну бра! Ладно, нормально бывает иногда. Ну, иногда чуть-чуть больше, чем иногда. Ну, чуть, ну, больше, да. Ну что ж, ребят, мы закончили. Надеюсь, что вам понравилось, и вы нас поняли и узнали даже чуть лучше, чем знали. Конечно, знают. Если кто-то у нас давно видел, знали. Вот, ну, в любом случае, мы надеемся, что вам понравилось это видео. И напишите в комментарии, может быть, что вы ещё считаете, чем мы с ней разные, чем похожи. Да, интересно. Нам будет тоже очень интересно почитать, потому что вдруг мы увидим что-то, о чём мы с вами сегодня не поговорили, и будем такие, аха-ха-ха, ты прикинь, мы забыли это. Вот это будет класс. Поэтому обязательно пишите в комментарии, подписывайтесь на наши инстаграмы, обязательно, вот по-братски. И это будет очень приятно, потому что, когда подписчик растёт, лайк ставит, комменты вставляет, настроение поднимается, вдохновение тоже, ну, есть. Фотки кайф. И, ну, общение, коннект. А ещё я постоянно отвечаю на комментарии под своими фотками на инстаграм, я уверена, Карина тоже. Да. Лайки, все, комменты, всё взаимно, подписчики. Поэтому, в любом случае, спасибо вам большое за просмотр, будьте счастливы, здоровы, и всем пока.